Основывается на знаниях о биологии меланомы. Здесь все-таки достаточно осмысленные подходы. Ну, вообще, если взять меланому в целом, значит, есть понятие хирургическое лечение, там свой аппарат показаний, здесь генетика пока никакой роли не влияет. А если мы говорим там, где идеология все-таки, ну, стала меняться на основе представления о биологии, ну, посмотрите, когда системная терапия, есть таргетная терапия, малодоступная вещь, но она есть. Есть иммунотерапия, есть химиотерапия, и отказ от лечения, увы, вообще, когда мы говорим о меланоме, то большую категорию пациентов-то, по идее, лучше бы и не начинать лечить. Вот выяснить, кто бы эти пациенты, тоже, в общем, достаточно осмысленная область. Ну, проще всего говорить по таргетной терапии, потому что там причина-следственные связи, в общем-то, наиболее очевидная. На самом-то деле, как раз вот Алексей Викторович говорил, трижды негативная меланома. Действительно, редкий случай, редкий случай, когда, если мы возьмем меланому обобщенную, то у нас процентов 70 опухолей, процентов 70 можно какую-то мишень будет найти. Какие это мишени? Чаще всего это мутация в гене Бираф, есть мутация в гене НРАС, есть мутация в гене КИД. Отношения между ними реципрокные. Если мы нашли мутацию в гене Бираф, то анализ в гене КИД делать не надо. И наоборот. Это очень важно понимать. Эти мутации не сочетаются. На самом-то деле, от клинической разновидности меланомы зависит вероятность найти мутацию. Ну, в частности, при меланомах кожи пишут, пишут, что частота мутации в гене КИД 2%. Но надо понимать, если мы говорим тест на мутацию Бираф, это один-единственный ПЦР-тест. Это проще сделать, чем обсуждать, надо или не надо. Поверьте мне. А вот когда пишут с корговоркой Бираф КИД НРАС, Бираф мы сделаем, не проблема. НРАС мы тоже сделаем, не проблема. Это все в пределах погрешности. А мутация гена КИД, там мутация не в одном участке гена, а это целая последовательность. Это надо секвенировать. Можно ли это сделать технически? Можно. Вопрос, какой ценой? И надо понимать, что если мы говорим про мутации гене КИД, то какие здесь могут мотивации, чтобы их искать? Это либо меланома слизистых, либо так называемая акральная меланома. Вот тут овчинка стоит выделки. Тут надо идти на пока малодоступный тест, потому что в каждой шестой опухоли мы найдем мутацию. Если мы говорим про обычную меланому кожи, ну, условно скажем, меланома на плече, я бы от подобных тестов, честно говоря, бы сдержался, ну, в случае крайней необходимости, если очень-очень хочется. На самом-то деле, ну, всегда приятно показывать иллюстрацию нашей работы. Посмотрите, вот у нас частота слизистых меланом в институте одна опухоль в год. Мы ухитрились поднять все случаи слизистых меланом с 1948 года и нашли 55 таких опухолей. Ну, вот получается, 55 опухолей, а вообще по мощности это второе исследование в мире. Мы просто показываем, что, да, мутации кита, они встречаются примерно в каждом шестом случае. Если вы слизистую меланому видите, то тест, безусловно, оправдан, несомненно. Здесь просто это не наши данные, это опубликованная работа. Да, мутация кит, как и следовало ожидать, как и в случае с жестом, именно мутация ассоциирована с ответом на эмотиниб. Но, опять же, согласитесь, эмотиниб, гливек, более доступный таргетный препарат, чем другие. Все-таки, если есть пациент с мутацией, можно раздобыть для пациента препарат. Согласитесь, это за все-таки 13 лет с появления препарата, 13-14, у нас доступность его увеличилась. БИРАФ, ну, безусловно, самая известная мишень, это и, по сути, самое частое событие. Ну, и надо понимать, что здесь два препарата, виморфениб, доброфениб, и, соответственно, две огромных фармацевтических компании со всеми информационными ресурсами. Что существенно? Начиналось все с того, что, когда мутация БИРАФ встречается примерно у 40-50% больных меланомой. А вот здесь результаты нашего собственного исследования, собирательных тут данных нет на самом-то деле, поэтому придется воспринимать на слух. У нас, у наших пациентов, частота не 40-50%, как писали, а примерно 60-70%. Почему так? Ну, с одной стороны, это особенности страны. Дело в том, что в Западной Европе возможность ездить, загорать на курорте появилась на 50 лет раньше, и поэтому там уже белые люди, бледнолицы, выучили, что злоупотреблять солнцем – это вредно. А у нас пока еще загар входит в понятие моды, и люди в отношении, обыватели в пользу, в отношении неаккуратного, избыточного загорания, они, как правило, себя не оперегают. Нет ощущения, что избыточное загорание – это вредно. Соответственно, за счет стиля жизни это называется научными именами. Действительно, у нас частота тех меланом, которые индуцированы ультрафиолетовым излучением, это когда человек живет у себя в офисе, а потом поехал, куда сейчас пускают, в Египет, в Турцию, ну, куда пустили, короче. За неделю позагорал, приехал бронзовый, все завидуют, какой здоровый вид. Но вот если это делать раз в год или два раза в год, то риск меланомы увеличивается в десятки раз. Поверьте, у меня, даже у меня, при, в общем-то, небольшой практике, по сравнению с нашими терапевтами, 5-6 таких людей перед глазами есть. Очень молодой человек, 3-4 раза в год ездит загорать, вот меланома с мутацией Бираф результат, именно с мутацией Бираф. Именно поэтому во всех странах 40%, а у нас 60-70%. С другой стороны, там есть особенности теста. Дело в том, что изначально открыли вот этот вариант мутации, называется он В-600Е. Это просто вариант замены нуклеотида, одна аминокислота меняется на другую. И когда разрабатывались препараты, Веморофениб, Даброфениб, то все тест-системы, а как следствие все исследования, привязывались именно к этой мутации. Мы поставили задачу анализировать не единственную мутацию, самую частую, а все мутации. И вот вторая мутация, В-600К, она тоже ассоциирована с чувствительностью к Веморофенибу и Даброфенибу. Это тоже клинически значимая мутация. Но если лезть в дебри науки, то чувствительность немножко меньше в количественном выражении, но она есть. Но тест-системы, которые используют для подобных исследований, эту мутацию не распознают. И вот эта редкая мутация, также другие дают нам прибавку, какую прибавку? 10%? Если обычно, если делать тест В-600Е стандартный, у наших больных 60% частота мутации, а если делать редкий, то уже получается не 60, а 70%. Значимо ли это клинически? Давайте приведу еще один пример. Посмотрите, вот у нас пациенты различных возрастов. Вот здесь я согласен, редкие мутации встречаются редко. Но вот посмотрите, категория пациентов 80-89 лет. Ну, не такая уж редкая, согласитесь. А вот там каждая четвертая мутация, ту, которую стандартная тест-система пропускает. Это важно, если к вам приходит хотя бы пожилой пациент, хотя бы пожилой, вы вправе вообще знать, а что делает лаборатория. Если используются коммерческие тест-системы фирмы РОЖ, они выявляют только В-600, я сегодня это диагностический стандарт. Если делать что-то дополнительное, можно выполнять дополнительную мутацию. Другой момент, тоже клиническая настороженность. Если у вас пациент до 40 лет, необычно молодой, если меланома расположена на коже, особенно классическая спина, там тонкая кожа, я у себя не видел, но знаю, что говорят, что спина побелее, по крайней мере, сгорает она точно чаще. Правда? Плечи. Так вот, если там расположена меланома, вероятность у молодого пациента найти, берав мутацию, 80-85%. Соответственно, если у вас два молодых пациента подряд без мутации, значит, ищите проблему в тестировании, что-то тут не то. Если речь идет о более обычных меланомах, ну, там, конечно, надо понимать, что это примерно до 60%. И еще один момент. Те меланомы, которые на лице, там тоже высокая частота вот этой мутации В600К. Ну, тоже надо помнить, то есть, меланома на руке и меланома на лице, лицо – это то участок кожи, который хронически облучается, немножко различаются по спектру мутации. Важная информация, согласитесь, важная, потому что надо примерно понимать, что происходит, когда вы отправляете материал на тестирование. Ну, самое главное, я сознательно, я думаю, что мы про лекарства еще сегодня много будут говорить. Самое важное, вот практика, смотрите, в онкологии, как обычно происходит. Если препарат заведомо эффективный, то он какое-то время применяется только палеотивно, а потом, в общем-то, вполне понятное желание, ну, по крайней мере, в отношении состатиков или герцептина так и есть, когда препарат переходит в адевантное применение. Если в первом случае мы говорим о продлении жизни, то, когда мы говорим про адевантное применение, это спасение жизни, потому что люди, которые принимают препарат, риск рецидива, заболевания меньше. Ну, вот посмотрите, тут история, здесь Алексей Викторович, новый главный герой на самом-то деле. История какая? Пациентка с излеченной опухолью молочной железы. Потом у нее возникает меланома. Начинают меланому лечить на виморофенибом. Меланома, бирафмутированная. Что происходит? Спящая опухоль молочной железы просыпается. Рецидив. Отменяют виморофениб самопроизвольный регресс опухоли. У ингибиторов мутированного бирафму есть одно очень важное побочное действие, клинически значимое. Увы, так созданы препараты, что они активируют, извините, инактивируют мутированный бираф, угнетают пролиферацию клеток меланомы. А побочный эффект абсолютно неожиданный. В то время, как мутированный бираф инактивируется, нормальный бираф, который во всех остальных клетках, он наоборот активируется. Отсюда самый важный побочный эффект, ну не самый важный, извините, по крайней мере, самый необычный побочный эффект опухоли кожи. И вот здесь как раз пример. Спящая опухоль активируется назначением бираф ингибитора. Отменяют препарат самопроизвольный регресс. Очень важная информация, потому что, опять же, я немножко меньше знаю клинических случаев, немножко существенно меньше, чем Светлана Анатольевна и ее коллеги, но, но, но у нас в стране регулярно VIP-персоном, социально значимые больные, мне нравится термин, препараты назначаются, в том числе и в адюванте. Назначая бираф ингибитор мутированный в адюванте, помогли лечению основного заболевания или нет, не знаю, но вот то, что провоцируются вторые опухоли, тех, которые не было, спящие опухоли, это воспроизводимый эффект, это не только наше наблюдение. Я, правильно ли, Алексей Викторович, до нас, по-моему, четыре подобных работы было, ну, немножко другие клинические ситуации, но так или иначе, ингибиторы мутированного бираф пробуждают спящие раки. Как сделать, чтобы этого не было, через несколько продолжение следует. Это сигнальный каскад, вот у нас кит, это рецептор, раз, N-раз, вот у нас раф мутированный, вот меккиназа. Есть другой терапевтический подход, мутация у нас происходит здесь или здесь, но все равно, будь то мутация здесь, здесь или здесь, все равно в результате это приводит к тому, что активируется киназомек. Ингибиторы киназомек, ну, тоже, в общем-то, клинические разработанные препараты. Слово доступные у меня не поворачивается на языке, я имею в виду стоимость, но то, что они зарегистрированы, это факт. Вот, посмотрите, это другая разновидность больных с меланомой, там мутация не в B-Raf, а в гене N-Ras. Вот к N-Ras специфических ингибиторов нет, там технические сложности, их очень сложно создать, пока не получается. Но, что делают, берут больных, у которых мутация в гене-Ras, и назначают ингибиторы МЕК. Ну, посмотрите, тоже, в общем-то, эффективность для меланомы очень даже приличная. Ну, а теперь, наверное, самое главное, посмотрите, это то же самое, у нас МЕК-ингибиторы действуют на мутированную B-Raf меланому. Самое важное, самое важное, что B-Raf ингибиторы, когда назначаются в комбинации с МЕК-ингибиторами, эффект синергизма, эффект на порядок выше, существенно выше, но не на порядок заметно выше. Два существенных вывода. Вы как раз были на тренинге и задавали вопрос, а вот бывает сейчас на Западе ситуации, когда назначается только B-Raf ингибитор, без МЕК-ингибитора. Нет, таких клинических ситуаций не бывает. Комбинация с самого начала два препарата всегда дает лучшие результаты, и поэтому, когда назначают монотерапию, ну, за границей монотерапию получают только те, кто уже начал монотерапию, там, сколько-то лет назад, и у них есть эффект, то есть у них назначается всегда комбинация. И второе, помните, я обещал, продолжение следует. Вот когда назначаются два препарата, то вот этот эффект индукции вторых опухолей, не индукции, а все-таки, наверное, стимуляции скрытых опухолей, он в какой-то степени нивелируется. Поэтому, если мы говорим о монотерапии, берав ингибиторами, мне не представились пока ситуации, когда подобный подход будет оправдан в одеванте. Ну, кто знает. А вот когда комбинация, кто знает, может быть, это и войдет через какое-то время в какие-то правила. Иммунотерапия. Ну, опять же, значит, здесь надо идти к истокам. Десятки лет, десятки лет у онкологических больных искали нарушение иммунитета. Логика очень простая. Почему возникла опухоль? Потому что какое-то нарушение иммунитета, вот иммунитет опухолей упустил. Все эти попытки найти системные нарушения иммунитета у больных закончились безрезультатно. Сейчас концепция поменялась принципиально. Играет ли роль иммунная система возникновения опухоли? Да, безусловно. Но это локальная иммуносупрессия. Опухоль, для того, чтобы сформировать, опухолевая клетка, для того, чтобы сформировать опухоль, она должна не только бесконтрольно делиться, она должна сама активно синтезировать вещества, которые обладают иммуносупрессивным действием. Получается, что системных нарушений иммунитета нет, человек абсолютно нормальный, как его не изучать. А вот локально, там, где растет опухолевая клетка, происходит локальная иммуносупрессия. И поэтому, наверное, самое заметное событие вот этой декады это появление принципиально новых препаратов, которые фактически отменяют локальную иммуносупрессию, восстанавливают действие иммунитета локального на опухоль. Тут я не буду говорить про клинические данные, потому что всяко лучше за меня расскажут следующие докладчики. Есть ли попытки, но опять же, эта терапия еще дороже, причем дороже существенно, здесь как раз многократное различие. Есть ли попытка отобрать пациентов, у которых ответ лучше? Ну, самый очевидный подход, помните, я говорил про иммуносупрессорные молекулы, они более или менее известны, можно пытаться анализировать их экспрессию, такие подходы есть, но тоже, в общем, они на стадии разработки. То, что немножко, так сказать, из другой оперы. Если опухоль имеет много мутаций, она имеет много антигенов, если она имеет много антигенов, измененных белков, значит, роль локальной иммуносупрессии больше, поэтому на иммунотерапию отвечают те опухоли, которые имеют больше число мутаций. Другое, абсолютно, на мой взгляд, это неожиданное наблюдение. Ну, мы знаем, что у нас в кишечнике живут бактерии, но вот, что удивительно, если вы возьмете мышей, которых лечат антибиотиками, то есть делают стерильными, то у них пресловутая иммунотерапия, ипи, лимумап, пембролизумап, и тогда перестает действовать. Я говорю об экспериментальных опухолях. Есть технологии, которые позволяют вообще мышей сделать стерильными, не лечить антибиотиками, а вырастить стерильными. Опять же, у них при назначении этих препаратов опухоли не отторгаются. Что удивительно, что если этих мышек пустить жить с обычными мышами, то эффект иммунотерапии восстанавливается. Почему? Потому что восстанавливается нормальная микробиота. Оказывается, компоненты микробиота, это бифидобактерии, это бактериоиды, целые разновидности микроорганизмов. Они обладают очень необычной функцией. Они синсетизируют опухоли к иммунным препаратам. И более того, по крайней мере, в экспериментах само по себе передача бифидобактерий, ну там даже есть такой термин, как фекальная трансплантация, так или иначе, передача бактерий, бифидобактерий, оно само по себе стимулирует противоопухолевый эффект. И экспериментальные работы показывают, что нормальные микробиоты или особенные микробиоты, скажем так, это абсолютно необходимый адъювант эффективной иммунотерапии. Ну и последнее. Значит, существует, ну не то чтобы заблуждение, но всегда согласитесь, если у пациента есть мутации, если можно применять таргетные препараты, всегда в голове, ага, смотрите, вот он, таргетные препараты, мутация, но еще же у нас же есть в запасе иммунотерапия. И клинические наблюдения, и экспериментальные наблюдения говорят, что это не совсем так. Удивительно, удивительно, но когда возникает резистентность к ингибиторам бира в каскаде, то, как правило, зачастую возникает перекрестная резистентность, в том числе и к иммунотерапии. Почему так? Ответы в генах отказываются при приобретении резистентности, стимулируются те гены, которые в том числе и обуславливают иммунологическую толерантность к растущей опухоли. Ну и, наконец, последний слайд, он пустой. Если говорить про таких подходов к лечению, как химиотерапия, там все-таки есть несколько препаратов, один. Или, еще раз говорю, сознательный отказ от лечения, здесь нет никаких молекулярных тестов, которые позволяют так или иначе сделать подобный особенный выбор. Спасибо за внимание. Евгений Нович, спасибо. Пожалуйста, вопрос. Да, Лев Михайлович, пожалуйста. Лев Михайлович, еще секунду. Я повторю, речь идет о соматических мутациях или есть и наследственные? Я, собственно, хочу мостик перебросить о семейности тоже, если вы пару слов скажете. Да, спасибо. Значит, все, что мы говорили, это речь идет о соматических мутациях приобретенных. Семейные случаи меланомы в мире какое-то количество пишут там от сотни до пяти сотен доказанных случаев семейной меланомы. Там мутации в генах так или иначе связаны с функционированием циклина. Циклинзависимые киназы, сами циклины и так далее. Эти мутации известны, но, разумеется, это не покрывает все, что известно. Что достаточно неожиданно, оказывается мутация в гене БРК-2, ну, который созвучен БРК-1, ассоциирована не только с раком молочной железы, но и с меланомой. И более того, мутации, в том числе наследственные в гене БРК-2, ассоциированы с увеличенным количеством мутаций в меланомии и, как следствие, с лучшим ответом на иммунотерапию. Вот это, честно говоря, необычное, неожиданное ответвление этой всей информации. Георгий Иванович, если можно, я сразу спрошу. А второе, вот звучит уже в двух докладах с мутациями и трижды негативные по мутациям. Нет этих мутаций. В чем между ними принципиальная разница, если говорить о терапии как раз и о подходах к лечению? Ну, во-первых, значит... Потому что я понял так, что с мутациями на круг примерно 70%, а без мутаций примерно 30%. То есть много. Ну, на сегодня, значит, самое простое. Первое. При трижды негативных нет никакой таргетной терапии. При трижды негативных нет никакой таргетной терапии. Я, честно говоря, может, коллеги помогут. Я не слышал, чтобы были какие-то внятные различия на иммунотерапии между опухолями с мутациями и опухоль без мутации. Соответственно, наверное, препараты выборов для трижды негативных. Это всё-таки как более современное лечение иммунотерапии. Ну, и остаётся там цитостатическая терапия. Ну, я знаю, что, допустим, наши московские коллеги говорят, что они периодически видят очень хорошие ответы на цитостатическую терапию. И у наших докторов такой опыт есть. Но всё-таки надо понимать, что выраженный ответ на цитостатическую терапию это скорее исключение из правила. В общем, получается, что у этих пациентов мало есть возможности. Евгений Наумович, у меня вопрос такой. На практике достаточно часто докторов беспокоят. Скажите, пожалуйста, при первичном удалении опухоли нужно ли делать молекулярно-генетическое тестирование? Я считаю, что нет. Дело в том, что моё видение, с ним спорят многие мои коллеги, это всё-таки не девальвировать, никакое обследование нельзя девальвировать. Дело в том, что вы, когда сделали анализ, выводов у вас из этого ноль. Ну, я допускаю, давайте мыслить по аналогии. Мы с вами консультировались, очень нестандартная ситуация, похожая на меланому слизистых, кит-мутация. Ну, по аналогии с жестом, когда мы говорим, что меланома высокого риска, ну, тут ещё можно обсуждать, но на уровне именно консультации, а не каких-то правил, что да, вот если слизистая меланома и удалена с риском, давайте сделаем тест, а вдруг там можно ставить вопрос об адевантном назначении глибека, просто потому что это единичные случаи, здесь опыта нет и никогда не будет. У нас с 48-го года 7 или 8 больных с кит-мутациями. Какие тут испытания? Теперь, значит, для биров, ингибиторов, для вот этого мяк, на сегодняшний день нет. Логика какая, то, что я слышал, допустим, из других стран. Давайте сейчас делаем, а вдруг препарат потеряется, и тогда будет возможность. Ну, меланома – это тот случай, который всегда доступен для биопсии. Ну, вот согласитесь, как клиницисты, припоминаете ли вы случаи рецидива меланомы, где нельзя было сделать повторный забор ткани? Нет. Тут есть один нюанс, на мой взгляд, ну, вот раз вы задаете вопрос, честно говоря, частенько игнорируется. Ведь все-таки меланома – заболевание индуцированное. Вот вы, когда рецидив наблюдаете, сколько из этих рецидивов на самом-то деле не исходная опухоль, а первично-множественный рак, я думаю, история умалчивает. Убежден, что такие, ну, не ошибки, а такие разногласия в диагнозе могут быть, потому что нам кажется, что мы сейчас как-то принижаем частоту первично-множественных опухолей. И вот, на мой взгляд, куда более принципиальный вопрос, если рецидив заболевания, если вы уверены, что это то заболевание анатомически, я бы не мучил больного, взял бы исходный препарат в анализ. Но если что-то не укладывается, время между операцией рецидивом, или анатомически, ну, сами понимаете, удалили меланому на руке, а вовлечены у нас паховые лимфоузлы. Вот тут я бы пошел на то, чтобы все-таки доверять второй биопсии, а нет ли это другой меланомы. Спасибо. И чисто практический еще вопрос, Веген Амыч, у нас собрались детектора северо-запада, где, по вашему мнению, есть лаборатории, может быть, детектора тоже скажут, где лаборатории есть, в которых можно осуществить молекулярно-генетическое тестирование? Нет, ну, мы осуществляем молекулярно-генетическое тестирование, но это не значит, что я просто так понимаю, что на северо-западе специализируется на диагностике меланомы. Ну, наша лаборатория, но при этом и другие коллеги работают. Это абсолютно выполнимые тесты. То есть я бы не хотел здесь говорить, что мы только мы. Другое дело, что вот если брать конкретику, ну, это надо с лабораторными специалистами говорить, что конкретно делается. А так у нас вот весь спектр этих услуг есть. Может быть, мы у зала спросим с разных городов доктора. Поднимите, пожалуйста, руку, где делается еще молекулярно-генетическое тестирование? Это все-таки редкие анализы. Дело в том, что все, что касается диагностики опухолей, это настолько маленький поток, что, в общем-то, как правило, не стремятся локально все эти тесты воспроизводить, потому что проще отослать. Вот и все. Но проблем ведь нет у нас для того, чтобы прислать в лабораторию материал. Да, да, да. Да нет, это вообще не проблема. То есть тут проблема не в диагностике. Я бы все-таки главная проблема в стоимости препаратов. Давайте не уходить из действительности. С диагностикой никаких проблем нет. Все меланомы страны может диагностировать одна лаборатория с помощью курьерской почты. К сожалению, есть такие случаи, когда назначают препарат без тестирования. Ну, я, честно говоря, во-первых, я таких случаев не знаю. Во-вторых, ну, это архигрубейшая врачебная ошибка, потому что надо еще понимать, что когда тот же виморфенип или даброфенип назначается без тестирования, если бирафмутация есть, это приведет к эффекту. Но если бирафмутация есть, то это приведет к ускорению роста опухоли. Ну, вот это, но, честно говоря, я с такими грубыми ошибками не сталкивался, но это какая-то дремучесть, которая уже требует какого-то разбора полетов. Это сопоставимо, что там кровь не той группы перелить, не определить группу крови. Давайте так вот сформулируем. Перелить группу крови без определения группы придет в голову. Ну, то же самое назначает дельбараф без тестирования. Здесь, опять же, есть нюанс. Допустим, если, это же не моя гвазня, в медицинской литературе описывают англичане два случая, когда больные молодые умирали от метастазов в мозг, а у них по их логистике это длительный анализ, пару недель. Они исходили из того, что хуже не будет. И исходя из того, что молодой возраст и вероятность мутации 85%, они, экс-ювантикус, назначали препарат. Но это же какие-то эксклюзивные случаи, на которые нельзя ориентироваться. Спасибо. Если вопросов больше нет, спасибо. Евгений Нович, спасибо большое.